Региональный бюджет сохранит социальную направленность. При формировании главного финансового документа области учитывались просьбы жителей губернии, депутатов, а также глав городов и районов. Каждое предложение рассмотрели. Доходы бюджета на ближайший год составят около 150 миллиардов рублей. В основном за счет поступления налоговых платежей от организаций и доходов физических лиц. Региону необходим продуманный, сбалансированный финансовый документ, который обеспечит не только выполнение всех социальных обязательств Самарской области, но и позволит сконцентрировать ресурсы на ключевых направлениях социально-экономического развития, реализуемых в рамках приоритетных национальных проектов. Основная часть средств при расходовании бюджета будет направлена на решение социально-экономических задач и реализацию нацпроектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Две трети бюджета – это социальная направленность. Это образование, это здравоохранение, это социальные всякие мероприятия и нужды людей. Поэтому все делается для людей. Бюджетная обеспеченность позволяет вводить новые меры соцподдержки. С 1 января 2020 года подарочный комплект стоимостью 10 тысяч рублей будет вручаться семьям, в которых родился первый ребенок. Кроме того, в проекте бюджета на ближайшие годы предусмотрены средства на улучшение жилищных условий. Уже в 2020-м новые квартиры получат 1280 молодых семей. Социальная политика, она всегда приоритетна. Во-первых, социальная политика – это забота о всех категориях населения – о детях, о семьях, о наших пенсионерах, о тружениках тыла, о ветеранах Великой Отечественной войны. Мы с вами наступаем год 75-летия. И впервые за последние пять лет идет индексация всех мер социальной поддержки. Никогда такого не было. Впервые за несколько лет в 63-м регионе будут возведены и реконструированы корпуса в семи детских оздоровительных лагерях и двух учреждений социального обслуживания населения. Запланировано строительство 54 многофункциональных спортивных площадок и 12 универсальных спорткомплексов. Также продолжается активная работа по снижению объема государственного долга региона. Это задача, которую поставил Дмитрий Азаров с первых дней работы в должности главы региона. За последние два года госдолг губернии сократился на более чем 12,5 миллиардов рублей.